земля цвета вернет в эти видите я выбрал эффектную фотографию это лес а когда это происходит пусть в таком количестве саду вот сколько уже у меня это отдельно как обвинение сколько этих скрепку сколько щеток по металлу сколько всего чтобы драть 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 дерево умирает грибы которые никогда не трогать я но не нашли вы понимаете это праздник приезжает зал лаборатории по грибам дохрена тогда все остальное делать это в лесу ну что лесников заставить брать щетки по металлу и скрепки или еще как как один идиот и тоже с этим придумал сам как называется это паяльной лампой доведенная до крадости идиотства давай сгребать всю листву вы знаете что это придумала я показывал фильмах ну по моему вебинаре не показывал а фильм я про не снял берет выгребает это все из сада не все все у него не хватило бы сил бы не хватило она друг других подставляет простых людей тележку нагребала листу увезла в лес с леса привезла вот эту вот листу лесную и говорит я избавился деревья от болезни вы понимаете вот то есть вы то что листва считаются зараженные которые под деревом хотя это часть дерева она листва это была зеленая это была часть дерева это часть скелета именно дерево она упала оставаясь частью дерева она перерабатывается муравьями грибами этими самыми червями множеством прочих хищников вплоть до этих самых до гусени стандарт все это перерабатывается и в виде питательных веществ поступает снова дерево и снова она в виде вот это три становится зеленым и никогда это листва не было врагом дерева и не надо его выгребать а сейчас 5-10 соток каждый год это самое заволакивает дымом сотнях тысяч садов стоянногорских сжигается ценнейшее вещество ладно бы она была вредная тогда у меня сада бы не было нет грибов как все доказывать урожая виден а потом из леса привести вот смотрите а это если в этих лесу вот чем они думают эти феи эти те кто их научил там кто там их учил сценарист поди доктор наук или даже кандидат и вот они придумали что вот эту листву она берет тачку заталкивает складывает продадут тачку не сотню как надо как советует другим одно из лесу привозит высыпает под дерево этих то есть и тут есть что-то для дерева вмешается но этого дерева выработан иммунитет его вот это вся листва опавшая которые якобы вот зимой тебя надо собрать вот а эти идет кипре то есть эти эти кандидаты наук придумали еще проще давай вот эту листу перевезем сад вот тут опасность уже серьезно это у этой березы есть иммунитет к листве березовой это ее часть и не надо бояться даже как под яблони яблоневые листья упали яблонево под груши упали грушевые листья под вишни вишневые у них иммунитет это хоть и упала на время это часть дерева какая черту болезнь и что вы выдумали только чтобы это лишнюю статью написать диссертацию а вот эту привезешь из леса а хрен его знает а березовые листья что там я не знаю это может быть также безобидно как яблони или груши а может быть гораздо хуже у абрико это вот в этих дикоросов свои иммунитет саду свои иммунитет говорила сегодня это еще не конец ребята как сделать собой тот кого зависит это чтобы это просил вы тех не не сказки рассказывает это все правда все что я говорю это хоть да да сам делиша гораздо страшнее единственный случай моей жизни я в я я прочитаю лекции вот я взял московского какой неважно не было тогда этих чтоб по телефону посмотреть поскучать там какие там эти узнать что-то нет я купил газету сразу бросается вместо к но это лет 12 московская газета не написано я на всю жизнь у меня были избирательная память название статьи экологи проиграли войну коммунальщикам вы имеете сюда московский коваль и так наконец-то экологи все-таки сообразили что это листва которая под московскими я показывал не хочу повторяться опять фотографии искать вот вот они газоны они красивые сейчас придумали уже импортные пылесосы которые все до до последнего листика и газон остается казалось бы чистый но это чистота подлая потому что деревья на газонах дикоросы остаются без еды слабеют болеют и падают и вот экологи я так прочитал статью я так я приехал москву с лекцией александр и сесть вспоминайте мои лекции вот нельзя трогать я говорил сколько лет 12 прошло нельзя трогать нельзя листу трогать где бы она ни была в саду в этих самых скверах городских нельзя зачем не считать и просто объявить приказано не считать ее мусора все приказано президентом лучше бы вот пусть бы тем угодно министром сельского хозяйства министром науки или той девушкой вот да нет да мы доводим до всех приказано считать опавшую листву ценнейшим продуктам которые не только это на не надо убирать которые преступление убирать и вот экологи проиграли войну коммунальщиком почему зачем лишняя работа коммунальщиком как сейчас называется распилы и прочее это воровство кто на самый богатый я наши деньги за рубежом давно любую работу выполнил тройную накрутку помните этот бордюры или как они брусчатку каждый год меняют вот траву три раза за лето специально берут траву короткоживущую чтобы была возможность и второй раз за лету посадить и третий раз за лету посадить и деньги идут наши деньги и никто порядок не навел и не наводит но стоит только объявить что нельзя вот они проиграли войну эта статья была это единственный кто-то вякнул и видит то и то проиграл коммунальщики они богатые они любого купят только для того чтобы продолжать обдирать нас а изначально если бы была нормальная наука чтобы в школу принесли эти знания что это березовые листья под березой святое яблоневые листья под яблони святое неважно на дереве листья ли упал это одно целое а этого никто не заметил наверное вообще в москве кого-то волновало красиво живу это то просто метут как в полинциальных городах то с помощью техники метут дорогостоящей чтобы купили эти пылесосы огромные мы платим и ну вот 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 и